всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришло из поднебесной новая посылка связано опять с ноутбуком toshiba хочу я установить вместо двухъядерного процессора intel core i7-640m четырехъядерный процессор intel core i7-840 qm для этих целей потребовалась материнская плата на которую устанавливали данные процессоры потому что на ноутбук toshiba a661 и n можно установить данный процессор но виду того что здесь применена технология optimus на дискретной видеокарте nvidia geforce 330 которая работает вместе с встроенной графикой на двухъядерных процессорах intel core i7-640m то есть если мы установим трехъядерник то работать он будет но показывать экран а именно изображение не будет то есть она будет отсутствовать связано с этой технологией которая была предложена компания intel ну и воспользовалась лишь только одна компания это нвидео ати или мтш на сейчас роде он в этом эксперименте не участвовал поэтому кого атир де он тем повезло можно устанавливать эти трехъядерки на при определенных условиях что же к нам пришло из поднебесной пришло от такой коробки все это было обтянута белой пленкой внутри нас встречает пенопласт чтобы обеспечить сохранность материнской платы внутри уже непосредственно находится материнская оплата пришла такая вот стандартная материнская оплата которая уже видели на моем канале причем продавец в виде фотографии показал что она рабочая даже он оставил свой процессор pinuk p6000 такая вот стандартная материнская оплата которая вы видели на моем канале единственная у меня материнская оплата предназначена конкретно по технологию optimus при взаимодействии процессора и дискретной видеокарты есть другая технология здесь отдельно дискретная карта ну и отдельный флот под процессор давайте поменяем и посмотрим подойдет ли эта плата непосредственно внутрь этого ноутбука будет ли показывать изображение и будет ли отлично работать непосредственно процессор intel core i7 840 qm то есть четырех ядерник весь процесс сборки разборки я уже показывать не буду тем более уже на моем канале есть несколько вариантов непосредственно полностью разборка частичная замена процессора и применение термопасты данном видео я только лишь покажу как я перенесу соответственно то что было непосредственно родной плате а именно систему охлаждения радиатор и некоторые части которые здесь не хватает это соответственно вай фай модуль и так далее то есть я покажу непосредственно вот на этой материнской плате здесь ничего сверхординарного они этот открутили закрутили установили соответствующий флот все остальное соответствует теме видео которые уже были показаны на моем канале приступаем к действиям в интернете Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok